Всем доброго воскресного дня! Последние события в жизни семьи багировцев. Только на канале Дневник Багиры. Вы всегда услышите и увидите. У нас сегодня пасмурно, но тепло. Всю ночь шел дождик. Ну, как ночью, а полночью. Время у нас сейчас в Москве 11 час. Покажу я вам в это видео. Значит, преображение колечки и олечки. Да. Самые модные блогеры во всей Чувашии. Только багировцы. На канале Дневник Багира. Город Мариинский, посад Республика Чувашия. Я заставлю вас улыбаться. Мне в ответ. Звесили мы вчера маломайских наших красавцев. А это же другая резинка, да? Это другая. Коль, да. Да, сейчас. Да, нет, нет. Это сколько? Вот там все с бочком, девочка. У нас с бочком беда, там проблемы. 59. Чего 59? Ну, смотри, что 57. Вот. Чего 60 же? Чего чаще ща? А это сколько? Смотри. Это 20. 20, да? А это? Это 10, да? Что-то я пищу. 10. 10. Как у нас началось с утра? Девочки, мне кажется, его надо. Пора уже. Или в выгляделе, или в дурдом. Опять о нем и о нем речь идет. О нем и о нем, да. Позавчера, ой, вчера я приехала домой. Он меня увидел в окно. О, у меня там уже, я что привезла-то? Вы видели, что я привезла-то, да? 21. Очень бочарство. 21. 21? И 20? 21, 20, пойдем. И вот. Он бежал, короче, в пижамных штанах, футболке в одной. Бежал ко мне навстречу. Девчонка шла, у нас соседка с соседним подъездом. И смеялась. Он говорит, давай быстрее мне свои крысуки. И прям уже встречает, да, боится, как бы, чтобы я не упала, не разбилась. Не доходя до дома, да? А сегодня, блядь, вышли с утра, да, и там где-то лед. Ну, естественно, чтобы я не упасть. Где-то асфальт, где-то лед. Я ему говорю, дай мне под ручку взяться. Ты не видишь, что у меня тоже скользкий. И как начал орать, открыл хавальник на всю улицу. Девочки, я устала от этого греха, никто не знает. Я говорю, иди сюда. Собака дзитка ты, блядь, иди сюда. Я говорю, если ты упадешь, значит, я с тобой упаду. Давай будем друг друга вместе держать. Ты говорю, почему он меня вчера жалел, сегодня ты не жалеешь. У него как ёбнется, моча башку будет. Знаете, вот, с башкой, но там, перепадок, короче говоря. Знаете, меняется настроение, как погода у нас. Даже, наверное, чаще погода. Ну, я, как всегда, извращалась, вся его прообзывалась. Ну, он меня довел, да, садов, нормально. Ну, он довел меня. Поддержал, короче, да? Ой. Купили мы, короче, на рынке, что? Ну, мы купили. Сегодня 2000 потратили, мало потратили. Оказывается, у меня были тысячные девочки. Я думала, только 5000, оказывается, тысячные. Я забыла про них. Купила вот, короче, вот такой набор. Никогда не покупала. Испробую, девочки, вам скажу. Называется, короче, уха. Ну, суповой набор для ухи. Из форели. Я покупала. Там, в спрае, да? Ну, там этот размороженные. Крепты, наверное, тут что? Тут голова, туда-сюда. Вот. Ну, и, короче, это... Из форели, что ли? Из какой я покупала раньше? Ну, вкусная, короче. Это люки, девочки. Сейчас в бродилку положу. Купили, конечно же, две селюдина. Вчера съели мы очень вкусно. Поели прям вообще от души. Кто на остановке стоял в городе? Подождите-ка, что случилось? Господи. Пишут мне слуха. Отца видели Владкиного на остановке стоял. Они ездили на машине. Ну, видели, видели, да? Что мне? Мне какая-то разница, кого они там видели, блядь? Видели они там. Подъехали бы. Поздоровались, как говорится. Родня же, как-никак. Видели. Уже сообщают мне, видите, как. Спецназ работает. Уже сообщили. Вот. Картошка, короче, жареную вчера ели, девочки. Обалденно. Ребра просто вообще звездец получились. Очень вкусные. Очень. Я еще буду покупать эти ребрышки. Я их первый раз взяла. Вообще. Все именно вот там делать надо в соусе, в соке, да? В гранатовом. Это просто отвал башки. И это отвал башки, девчонки. Это вообще. Ну, чуть-чуть передержала я, конечно. Надо на минут 10 было пораньше их вытащить чуть-чуть. Чтобы там посыщение мяса было побольше. Ну, вкусно. Очень вкусно. Селедки. Сегодня утром на завтрак тоже ели. Перед этим, как выйти в 7 часов утра. Я говорю, давай доедим, поедим селедку. Ну, короче, доели, девочки. Ну, очень отвал башки все. У нас еще осталось по полпорции картошки жареной по одному ребру. Прямо вот ешь и хочется, понимаете? Вот. Купила, короче, сегодня. Я не знаю, девочки. Раньше я брала сыну. Он у меня любит такую вещь. Сама я, девочки, не ем. Не ела. Но купила, купила. Блядь, нам с Колей. Что такое вот это вот свалилось? Какая-то хуйня, извините за выражение. Сейчас я ее вытем. Скажите, надо стирку закинуть. Холодного копчения. Больно все хвалят на рынке уже, когда уже ходишь по воскресеньям, да? Привозят у нас этот, как его, вот этот вот скумбрию. И все больно хвалят ее. Женщина там, говорит, я специально только за ней хожу каждое воскресенье. И берут девочки, понимаете? Я наблюдала, наблюдала. Я уже наблюдаю, наблюдаю. И думаю, дай-ка я возьму. У меня Коля любит, честно скажу. Коля любит. Вот Владушка, когда с вами жил, ну, они любят у меня, да. Я не скажу, чтобы я вот балдела. Но люди говорят, что просто вообще, просто фейерверк мозга. Покушаю и скажу вам. Ну, да, сама же говорила, что против копченого. Ну, вот сломалась, девочки, я. Глядя на всех. Да, я не знаю, вкусно-невкусно. Но я не любительница, да, честно скажу, не любительница. Вот, купила я это, отвал башки. Вот, девочки, купила. Вот я что люблю. Это творог домашний. Ой, два килограмма взяла. Молоко домашнее, как всегда. Не такое жирное, какое бы хотелось, да. Ну, ладно. И огурчики. Огурчики по 229 рублей, что ли, наши, альдейские. У нас бакарские, отличные. Огурчики, кстати, вкусные. Вот, сухарики наши любимые с изюмом. Я уже вам показывала не раз уже, да. Вот. И ватрушки. Но не свежие 21-го числа, девочки. Еще никакой, у нас 24-й, что ли. Четыре штуки было. К чаю, Кольки. Пускай ест. Ну, и вот, в чем мы. И все, в чем мы. Вот, вот. Две тысячи, короче, да, отдали. Вот, вот что. Ну, продукты. Так. Сейчас мы покажем вам самых модных. Самые модные люди из города Мариинский, пассата, республика Чувашин. Не забываем. Аплодировать только стоя, Багири. Из вещей взяла пенджак, девчонки. Мерила, мерила, да. Три раза перемерила. 62-й размер. Что-то мне не нравится. Две выточки в грудях, да. Горчичного цвета. Чуть-чуть бы на размер, наверное, грудь, чтобы побольше было. Как бы плечи вроде бы нормально, а вроде бы, девочки, и длина. Ну, что-то мне не нравится. Какой-то свободный фасон, блин, надо полностью перешивать. Не знаю. Короче, перемерила. Коля, бери. Я говорю, давай не будем брать. 2 500, короче, я назад вернула. Вернули мы также Колины три костюма, которые... Ну, я же размеры брала разные. Вот сейчас все увидите. Одну обувь вернули, ботинки, потому что уже два разных размера брала. Куртку одну вернула. 62-й оказалась мне маловатая. 66-й. 64-й не брала. 66-й прям... Вот синюю куртку вы все видели, да. Сейчас я вам покажу. Я ее раньше носила. Она... Я ее покупала в шкарле. 62-й, 64-й размер. Стала маловатая. Вот. Все идет в утиле. Ну, взрослеем, сами понимаете. Так, у нас щеночки взвесили мы вчера вечером. Один... Так, два стандарта у нас. Один 140 грамм, 150. Это стандартный. Да. Нормальный, короче, вес для стандарта. Вырастут такие щенки. Будут они где-то от 2,5 до 2,900. 2,800. Это папины. Ну, и у нас... А у нас что? У нас бучка тоже крупненькая. Ну, и у нас... Один у нас как бы мини. Есть супер мини, а у нас мини. 110 грамм, мальчик. Это мини. Супер мини. Они уже от 70 до 90, по-моему, достали. Радочидаются щеночки. И они вырастают, вот эти мини, где-то до 2,400. От 2,2 килограмма, 200 грамм, до 2,400. Так, давай, 500. Вот так это мини считается. Один щенок у нас. Красавцы. Звездец. Покажу вам. Расскажу вам. Сейчас уберем творог. Поболтались, погуляли, короче, мерили, мерили, перемели. Это стерва нанесет все. Перемерили. Хотели поехать, короче, в ту квартиру, к Ладу. Не надо кухонную гарнитуру оттуда забрать. Я в тот раз мерила, ходила его. Я не могу никак, девочки, нормально замерить, да? Хочу забрать и установить ее у себя на Курчатова. Потому что Владику ничего не надо. Я у него просила давно эту кухню, он мне не давал. А теперь я спрашиваю, решила не спрашивать. Я ее заберу и все. Из стиральной машины. Да. Им ничего не надо. Да, и поставим сюда. А там так хорошо. Там еще все не доделано. Будем доделать потихонечку сами, наверное, потом. Все, девочки. Уку буду варить. Суп закончится, буду варить уку. Ну, уку мы любим, да. Креветки, кстати, положу в этот раз немножко. Тоже уку в конце. Вот. Будем есть. Наедаться, обживаться. Так. Пить хочу. Пить хочу, девочки. Пить хочу. Блядь, минералки. Или просто это копить. Воду. А что, вот так вот рыбу поешь? Да, после рыбы, кстати, почему пить хочется? Потому что рыба, сами знаете, она любит воду. Ой, блядь. Вы сейчас колечко не узнаете у меня. Это вообще. Это первый парень. Сейчас, девочки, покажем мы вам. Сядь. Сейчас мы вернемся. Ждите нас. Ну, все. Перед вами самые модные блонгеры из республики Чуваши. Город Мариинский Посад. Вот. Такой на вас лук. Мы два солнышка. Как вы вам, девочки, посмотрите? Как вам наш выбор? Калечо? Показывай. Как у тебя? Красота какая. Самый модный парень с девушкой в город Мариинский Посад, республика Чувашия. Да, посмотрите на Калечо. Как вам мой муж законный? 18 лет будет у нас в этом году. Как вы? Женаты. Вот такая перед вами красивая, сногсюбательная фара. Секси. Да. Сейчас покажем костюмчик его. Вот такая курточка. Давай. Это не реклама. Курточка очень хорошая. Костюм покажи. Иди сюда. Костюм покажи. Курточка, девочки, 48 размер. Карманы везде. Все прошито хорошо. Прямо на весну вот сейчас носите. На осень это красота. Вот такой костюм. Как он называется? Такой мягкий, мягкий. Беленький. Теперь он у меня зайчка. Так, сейчас я свою куртку покажу. Подожди. Девочки, вот такая куртка. Тут тоже есть карман. 64 размер. Прям красота. Мне очень понравилось. Посмотрите, как сделан рукав. Резиночка. Капюшончик. Видите, какой. Дождик, ветер. И пошла. Свободно. Ну, как вы видите, запасом. Запасом очень хорошо, девочки. Ну, мало ли. Еще похорошей. Еще похорошей. Вот. Ой, 66 размер, сказала, да? 66 размер. Красавица. Вот. С зайчикой. С пуляечкой. Как вы? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Зайчка, пой песню. Подожди, не раздевайся. Красивая, да, пара? Красивая. Вот такой у меня костюм, девочки. Ну, у меня мало вещей. Я не такая богатая, как колечко у меня. Футболочка. Ботинки, да, ботинки надо показать. Ботинки надо вам показать, девочки. Ботинки, да. Эко-кожа. Такие ботинки. 42 размер. Мы 43 взяли, 42. Размер в размер идут. Они немножко с этой, с подкладкой такой, с искусственной. Очень легкие. Очень хорошие. Да. Сколько они? Тысяча полтора нам стоит. Недорого. Классные. Так. Ой, я испаснула своими ботинками, блядь. Ну, что это вообще такое? Ну, что за жизнь, а? Ну, что за жизнь? Девочки, хотелось бы, конечно, костюм немножко на один размер побольше, да? Но там не было. Это 60 размер. Чуть-чуть он такой, знаете, у меня на один размер хочется прям этот. Чуть-чуть побольше. На один размер. Видите, чуть-чуть он прям это. Ну, не было. Все обыскала. Нету. По-русству все хорошо, видите? 60 размер, девочки. Вот. Там другие цвета тоже есть. И синие. И синие, и еще какие-то зеленые. Ну, на один размерчик надо было бы, да? Чуть-чуть. Хотя, не знаю, что скажете. Как я вам. Так. Кармашки. Девочки, потом надо и цикетку ссовать. И вам сказать. Так, 60 размер, 74% хлопок. Палисер 21% и лайкра 5%. Мне очень нравится такой состав. Потому что лайкра, она дает немножко тянучесть. И хлопок. Вот. Лук номер два. Посмотрите. Какой. Секси. Секс-симбол. Теперь. Секс-симбол. Где это? Секс-симбол. Ну, все, посмотрите. Он мне коротконогий и короткорукий. Ну, ничего страшного, девочки. Чуть-чуть, это не для длинных рук, а для длинных ног. Ну, вот так вот делать надо красиво, да? И все, вот так вот. Не разбьется, блядь. Не разбьется. Она не видно, да, как ты. А то могут разбиться. А ну, волосы-то красиво делай. Ну, сейчас лица-то будет не видно. Твое-то видно, мое не видно. Коль, кроме моего живота и списка, ничего не видно. Ага, видно. Иди-то нахуй. Рисус, а что тебе нахуй? Ну, смотри, все. Укрота девушка меня укротала. Ну, отдаю, отдаю, берите. Вместе с костюмом. Так уж и быть, отдам. Блядь, не надо тебе пока что-то. Сейчас другой надевай. Сейчас другой лук покажу. Ой. Убери его, блядь. Куда убери? Ну, пускай на тебя посмотрят. Все равно вот воровать уж. Пускай берут все, да? А я так, ладно. Я в домике. С собаками останусь. Берите, куда хотите. Ой. Так, качество. Девочки, его костюм качество. Говорила я вам, не говорила. Хорошее качество, девчонки. Да, тоже весна-осень. Плотная ткань. Хорошо все заверложено и прошито. Не реклама. 46 размер. 60% 65 хлопок. 35 полистир. Хороший состав. Кстати, очень хороший состав. Морт Ярцева. Смоленская область. Замочки все хорошо очень сделаны. Вообще прям, шедевр. Так. Ну, конечно. А вообще, ну, высоких. Вы пол-то пела или надевает. И все. Ну, у меня как-то ноги и так ему хорошо. Для него, короче, с ног я не знаю, что ему купить. Так. Лук номер три. Красавец. Ну, красавец. Ну, ну, ну. Вот. Пожалуйста. Я все в одном, а у него аж три штуки. Блядь, мне не нравится твоя прическа. Помыться надо. Помыться надо. Надо им помыться. Девочки, давайте мы помоем прям в костюме. По-моему, его прям в костюме. Красавцы. Красивая пара, правда? Ну, куда деваться? Ну, куда деваться? Ведь я взяла его мужа, когда, говорят, ему было всего лишь 14 лет, однако. Калечо. Объяви свою руну законно. Ей еще обхватить, правда? Так, сам, девочки. Вот это синтетика. У него такой же красный костюм. Адидасовский. А с белыми намбасами. Ой, девочки. Он носит и носит там уже, где жопа стали рваться. Да, пошло. Ну, они вот вообще-то эти синтетические 50 размер. Раньше мы покупали, когда только с ним мы сейчас сошли. 44-й он носил. Потом 48-й, сейчас 50-й уже, девочки. 48-й тоже приехал, но он маловатый. Это тоже, короче, не помню сейчас уже. Солько барахла, девочки, вообще. И тут какая-то подкладка тоже синтетическая. А состав, я не знаю. А этикеты где? Этикетки нету? Ты куда дел? Олимпийка. Срок годности не ограничен. А состав ничего не написано. Китай. Ну, хороший Китай. Да, 100% полисерд. У него есть. У него есть красный костюм. Мы покупали, знаете, когда? Лет 15 назад. Он до сих пор ему носит. Я говорю, да, вот только. Ну, уже все, вот где ножопи шов. Они носят ее. Это для постоянной этой... Ходьбы. Походу за бабами. Вот так. Девочка, а я вам сказала, да, состав-то? Ага, сказала. Вот, девочки, штаны. Я за себя когда-нибудь доберусь. Высокая посадка. Видите? Вот. Высокая посадка. Ну, конечно, хотелось бы на один размерчик побольше. Хотелось бы. Но нету. Кармашки. Неглубокие, средние. Мне нравятся вот эти стрелочки впереди сделанные. Они как брючками идут. Видите? Очень мне понравились, конечно, брюки. Да, вот очень хорошо пошиты. Я взяла себе пинжак под ней, да, тоже горчичного цвета. Ой, блядь. Ему надо шкаф отдельно покупать теперь-то за полстяной. Куда поставить, я не знаю. Ой, блядь. Мальнявый. Куда деваться? Куда деваться? Сюда надо. Она сейчас отвисит на веселке, да? Ну, сюда надо с этой цепочкой повесить. С подвеской. У меня, главное, у девочки куртка. Куртка. Я хочу еще сказать. У меня синяя куртка, да? Сидите-ка в жопу. Синяя куртка. А ты ее унес, да? Он унес ее в ту квартиру. Она... Ну, маловато она стала вот так вот мне. Вот так вот прям. Притык. Но у меня есть, смотрите. Шикарный плащ. Оверсайз. Я покупала в Солнечногорске. Держи, мой. За 6,5 тысяч. По-моему, он Италия. Я не знаю. Классная, да? Вообще на все лучшие жизни, девочки. Даже не в его погоду. Знаете? Он мне всегда как раз. Всегда как раз. Даже сейчас стал еще лучше на мне сидеть, чем сидел. Вообще супер, правда? Он вообще мне очень нравится. Очень. Солочногорске, да, я его брала. У нас каких-то нигде нету. Ни у кого. Ты где такой плащ купила? Эр, пизде. На самом деле. Красиво, да? Красивая девчонка. Твердая самая вслед. Красивая девчонка. Так, ладно. Все. Мы готовы. Труду и обороны. Труду и обороне мы готовы. Надо опять что-то все куда-то увозить, уносить. Не знаю куда. Вот немножко с покупать ему отдельный. Блонгеры как-никак. Вы что думаете? Как-никак мы блонгеры. Нам это положено. Наложено. Кроссовки, девочки. Кроссовки. Классные кроссовки. Очень легкие. Я вам показала. Очень легкие. Тоже синтетика. 1200 по-моему стоит. Я брала два размера. 39-й свой и 40-й. Но они 39-й маломерки. Очень легкие. Дырочку. Классные. Вообще супер. Сходите ему снизу. А Коля брала в прошлом году я. Вот такую девочку. Тоже я брала их на вальбе, по-моему. А нет, вазон брала. А куда он делал стельки, я не знаю. Тоже очень хороший. Так, иди отсюда. Вот так. Все. Как вам? Вам ясного солнечного настроения. Такого, как Багирочка, Дзяночка. Мои, что мне оставь в покое? Или я их ношу. Их не надо далеко убирать. Сейчас я не смогу взгостать щенков. Они совсем там маленькие. Но там далеко они лежат. Пойдемте, я вам так покажу. Вот. Гляньте. Мы вот такие. Мы сусуньи мамины. Вот мы лизаем на Владушкиной пеленке. Да, она чистенькой. Вот на все поле и кормы. Тут водичка стоит. Косточку тут кусает она. Вот мамины такие девочки. Я ее как раз накануне всего ищу и расчесала. Лапы у нее были в клоках. Там свалялись. Все расчесывала накануне. Прям перед родами за вечер. Ой, посмотрите, как мы сусуни какие. Мы какие сусуни. Ой. Мы маму сусом. Да. Мы сусом маму. Буся. Буся. Мы такие вот, да. Мы такие. Манюхи. Все, девочки. Короче, потратили. Мы где-то отдали на эти вещи. 2018. Да. Все вместе. Вот. Ой. Будем теперь форсить. Куда деваться. Кронштейнер хочу купить на телевизор. Посмотрела. Там в корзину закинула на зоне. Сюда. Мне нужен кронштейн, девочки. Вот. Там есть и дорогие. И не очень дорогие. И неплохие. Вот. Вода заканчивается. Хотели поехать на Николаева. Там замерьте. Сколько ходить. Дай-ка сюда сигарету. Кухню. Чтобы. Я-то замерила, но я никак не могу без него решить там. Влейзе. Там она у нас не влейзет. В ту кухню. Ну, Курчатова. Я сказала, съезди, замерь все. Да. Это нету? У нас у Николаева нету там. Вот хочу. Николаева нету. Есть, должна быть, Коль. Должна быть. Там нету. Там не надо вытаскивать. У Игоря и Фотография. У нас нету бумага. А-а-а. Не дали бумага. Я помню. Нет, Коль. Бесплана никак не могли продать. Бесплана квартиры не продают. Коль, что ты уронил? Уронил. Нету там. Коля, мы просто есть в других документах. Она есть. Нету там. Вот Виктор Горгачева взял. План квартиры не может найти. Не может человек понять, что бесплана квартиру не продают. Коля, бесплана квартиру не продают. Она должна быть. Его или не вгон, но она и должна быть. Тяжелый человек. Ну, потому что тупенький. Меня его вот тупость вообще бесит. Он должен, наоборот, быть светлым. Боля, запомни, раз и всегда, квартиру... Боля, ты не можешь повалить им место. Коля, запомни, раз и всегда, квартиру ты не купишь, пока у тебя не будет плана на руках. Вот, смотри, Куркачева. Все вместе. Николая, нету. Все. Или Куркачева. Есть, другому. Нету, Николая, нету. Смотри, нету. И на. Нет. Он хочет сразу заразить. Вот, план. Взял документы, да, и сразу прям передоста, что у него план был. Костюм девочки очень хороший. Без подкладки. Без теплый. Да, вот такой, знаете, классный. Мне очень нравится. Ну, был бы на размерчик бы. Так, ничего. Ну, чуть-чуть хочется, чтобы побольше был на размерчик. Не знаю, может сядет, но, наверное, я думаю, что не сядет. Если был бы чистый хлопок, да, он бы сел бы. Посмотрим, как сядет, если после стерки, ну, материал просто отличный. И мне нравится то, что к такому материалу ничего не прилипает. Коль ты потом пойдешь, воды купила, одну мне водичку пить хочу. Завтра пойду плавать, девочки. Купаться пойду. Хочу прям, да. Завтра возьму сразу патент. Патент. Абонент. И поплаваем. Если я буду народу, я вас с собой возьму. Короче, план мы не нашли. Ну, не нашли. И все, он был несколько лет назад. Гу, нету, блядь. Я не знаю. Когда не нужно, вылезет. Пошел Коля мерить там. Пускай замеряет. Там разница есть в кухне. Ну, там в кухне есть разница. Только я не помню. По-моему, в ширине. Не в ширине, а в ширине кухни. Пускай замеряет. Ничего с ним не сделается. Правильно? Там, по-моему, 72. 272. Тут 2,40. Былая на Багонку качеву. Идюду. Там же 2,40. Там 2,72, да. 3 сантиметра. Кап 60 сантиметров. Для духовки там встроенной. Другой угол переставить. И ставим, короче говоря. 60. Тогда получается, если я так мерила. 2 метра. 72. Не 2,32. Сейчас я не помню. 2,32. Там 3,32. Не знаю, короче. Пускай я где-то нахуй мерить, блядь. Ему, знаете, прогуляться ничего не стоит. Вообще. Особо совсем. Осика. Сынок, иди сюда. Иди, моя. Иди, моя. Иди, моя. Засранец, моя. Сейчас мама в стирку скатерть положит. Постирает, да? Сынок. Ну иди, моя лисенок. А лисенок? Лисенок. Так, засыхай. Мелкая. Мелкая засыха. Привет. Ой, солнца нет, девочки. Надо солнце. Осин, что ты там на стол облизываешь? А, там селедка же, там от селедки, от копченой рыбы все-таки капнула. Да, я убирала ее, лежит. Сейчас скатерть с ним поедет, она у меня в стирку. Коля дала наказку пить воду. Пить хочу. Пить хочу. Простой водой не напишешь, надо компот сварить, наверное, все же поставить. Что-то я ливнюсь, ливнюсь, девочки, сейчас я поставлю воду. Компот сварю. Из красной смородины. Кисленько хочу такое. Всю зиму экономила, мало из красной смородины купила. Килограмм сколько там, около трех было. Один раз готовила. Ну, короче, жалел, жалел, ну, надо сварить там на три раза еще. Пробит именализироваться, да? Завтра пойду поплаваю. Прям бассейн и хорошо. Один-два раза сходишь, и уже хочется, вот, ходите, ходи, девочки. Короче, встретил себя на рынке с женщиной. Я вообще, девочки, конечно, честно сказать, расстроенная. Потому что у нее здоровье не очень. Да, она моя соседка бывшая. Она равенница практически моей мамы. А, вот, у нее сахар был. Вообще, у нее был этот коронавирус, она переболела. Она сказала, что она заболела сахарным диабетом после коронавируса. Но я думаю, что она не права. Знаете, почему? Потому что она вышла, как бы, на пенсию. И с тех пор, как многие все пенсионеры в больницу не ходят. Да, большинство из пенсионеров, к сожалению, да? Не ходят, не любят они больницу. А тут, когда заболела она, Хочешь, не хочешь, пришлось пойти в больницу. Вот. И она пролежала, и сахар там был высокий 30. Она говорит, не было до этого сахарного диабета. Он был. Он был. Он был так же, как у моей мамы. Я говорила вам, заболела, да? Сначала вот я просто дома, она пришла домой, да, ко мне. Я взяла новую иголку и померила ей сахар. Как это все обнаружилось. Вот. И я в 11 часов дня. Это было лет 5 где-то там назад. Я говорю, мам, у тебя сахар 14, у тебя сахарный диабет. Она, нет. Не может быть. Вот. И потом она, значит, купили ей лекарства, да, все на платно основе. Мог купал. Я ее купила от давления. Владик тогда дал деньги на аппарат. И там кое-какие. Ну, денег он дал. И хватило на, короче, на честь лекарства. Я еще добавила. Мы купили ей все это, да. От давления и все. Сейчас она дает бесплатно. Вот. Тогда не давали. Потому что же надо встать на учет. И она. А я уехала в Одинцово на работу на один месяц, да, уехала тогда. Она говорила, что она пьет-пьет. А я говорю, мам, ну зачем врать? Ну зачем врать? Она не пила. Она сказала, у меня открылся понос и все такое. Не буду пить. Ну, понос это у нее от... Какого? Я уже говорю, да. Вот это вот, видимо, обострение полирубинового панкреатита. Она в этом ничего не понимает. И пьет. Как они? Это понос. Таблетки самые дешевые. Все, я уж не помню. Ладно. Вот. И, короче, чего? И потом вот зачесались половые губы, да, через год где-то полтора. И заболел мне живота синий. Зуд стал синий. Он уже вышел наружу, и у него уже было 25 сахара. Тогда ужас. Тогда, когда петух уже поклюнула, она стала принимать лекарства. Ну и то. Не следит как бы за питанием, да. Вообще, как бы, второй тип сахарного диабета, да, приобретенный с годами девочки, он как бы этот, ну, люди живут нормально, как бы ведут нормальный образ жизни, да, и достаточно нормально живут долго и счастливо. Если следить, конечно. Я тоже косячу, очень даже косячу. Я не знаю, что говорить. Я, когда петух жареного клюет, я, короче, не косячу. А потом опять начинается. И вот эта женщина, она была в реанимации, в коме была она, сахарной, 30 у нее сахар был. Сейчас у нее сахар на постоянной основе 17. И она пошла на работу, пятерочку-угорщица. Я говорю, разве можно, говорю, разве можно. Я говорю, я один-то ей пятерочкой поработала, я чуть без пины не осталась вообще. Она следующий день встать не могла. Вот. А она же все в два раза старше меня. Я говорю, ну, зачем, блядь, ну, зачем? Ну, в два раза поменьше, да? Какой-то уж так. Ну, она уволилась. Она 3-4 месяца сама отработала, блядь, это пиздец. Ну, вот нельзя быть такими жадными на деньги, конечно. Ну, может быть, трудно живется там. Пенсия, говорит, сегодня соседку ее встретила, пенсия 14 тысяч. Сын, говорит, по инвалидности ничего не получает и не работает. Ну, вдвоем живут как-то тяжело. Вот. Может быть, из-за этого. Ну, не знаю, не знаю, ничего, девочки, не знаю. Но сам факт, то, что она, да, она вообще такая вот, весь сезон собирает грибы и ягоды, ездит за Волгу. Это вообще дружинец вообще еще так. Я говорю, как у вас с ногами? Дела обстоят. Она говорит, Оля, говорит, у меня, говорит, раздул большой палец на ноге. Красная, говорит. Крублядь. Я говорю, идите в больницу. Ой, не пойду, никуда не пойду. Все это пройдет, не пройдет. Умру, так умру. Ну, пока, говорит, лежала она в больнице, год там назад, при ней умерло две женщины от сахарного диабета. Я, конечно, очень сильно расстроился. Я говорю, ну, зря вы так. Я говорю, ну, вы же не сразу умрете, говорит. Сначала произойдет там ампутация пальца, да, потом выше и выше, говорю. Ну, это же не сразу смерть идет. Может быть, сразу, а может, не сразу, говорит. Ты узнаешь, что там уйдет. Она не идет. Пальц не то, что, говорит, анимел. Сначала анимел, а теперь разбух и красный стал. Вот так. Ой, три месяца лежал тогда. Потом, говорит, в этот раз уже лежала. Ничего не помогает, короче. Я говорю, ну, что-то надо бить во все колокола, что-то надо делать. 17 сахароделочки на постоянной основе. Это жесть. И вот моя мама, да, когда я ей говорила. Ой, вот ты знаешь, вот у нее сколько сахара. Нормально живет. Нормально. Что это значит нормально? Это все. Полезие ножа человеку. И вообще сахарники, мы все ходим по лезвию ножа. Что, говорит, ну, это когда уже завышено все. Вообще, вот я в эндокринологическом центре, когда была, мне эндокринолог сказал, да. Она сказала, у сахарников самый край сахар, ну, больше восьми. Ой, до восьми должен приниматься. Лечение, да, постоянное лечение, поддержание такой терапии, да. Вот. Ну, семь-восемь. Но у меня тоже бывает девять с половиной после еды. Это уже высокие после еды. Бывает, так бывает. Если я поем что-то уже не то. Вот так. А так на кощак шесть, шесть одежды, когда пять и восемь, короче, вот так. Бери уже сахарния. Ну, такая вот система, блин. И мама, вот она нормально живет. Я сегодня мимо мамы прошла, даже не смотрела в ее сторону. Она сидела на рынке и сказала, что я с ней разговаривать не буду. Я с ней не разговариваю. То есть я сказала все, значит все. Потому что, во-первых, ну, она мне должна попросить прощения. Да, я так считаю. Она ни разу не извиняла за свои слова. Да, ни разу. Я всегда шла опять к ней первой на компромисс и всегда с ней мирилась. Хотя она была виновата. Она не признает свои вины в оскорблениях, унижениях. Моя ссорна. Я давно это собиралась сделать, отвернуться и вообще с ней не разговаривать. Вообще ни о чем. Потому что даже смысл, если я с ней буду мириться, это уже неоднократно было. И разговаривать у нас разговоры не получалось. Никогда нормально. Всегда разговариваем по большинствам в тонах. Всегда она все равно старается меня принизить, унизить. Всегда. Всегда. И в этот раз сказала все, стоп. Хватит. Она давно говорила, что она очень самостоятельная, что ей никто не нужна, и моя помощь тем более не нужна. Дай бог. И сказала все. У меня ее нету больше. Как хотите говорить. Вот у вас мама там пишет, там у женщины пишет мне. Вот была бы мама живая, там. Всего было может быть иначе. Вот мама не стала, ты этого не понимаешь, когда не станет. Девочки, у всех своя жизнь. У вас одни отношения с вашими мамами, да? У нас вот такие отношения. У вас не было таких. Мы все разные. Каждый человек индивидуальный. Каждая семья выжает по-разному. Вот. И не надо мне говорить, как бы было бы. Было бы так, было бы по-другому. А у нас вот так. У нас вот так. Она меня, еще раз повторяю, никогда не называла дочерью. Всегда я только слышала Оля. Она меня никогда не ласкала. И если я один раз, как-то к ней пыталась прижаться. У меня было лет 20, наверное. Она сказала, не лиска мне, не лисбиянка. Вот так. Вот как бы так. Так что вот так. Она не лисбиянка. У нее нет такого понятия, что она мама. У нее нет такого, видимо, чувства. Но я никогда его не буду. И я не могу ее заставить. Меня уважать, оценить и любить, как дочь. Ее. Одно единственное. Это ее на жизненный путь. Пускай живет захочет. Она уже слишком взрослая девочка. Это не так. Душа у нее, я уже говорила, по мне никогда не болела. Она другая. Она другая, она не такая, как я. Мы разные. Я в отличие от нее. Совсем другая мать. Совсем другая. И совсем другие чувства испытываю отношения к своему сыну. Не такие, как у нее. Она живет спокойно. Ей, что есть я, что у меня нет. Никакой разницы нет. А когда у нас с ней приходится встреча или какие-то разговоры, она всегда во всем меня винит. И всегда я враг номер один. Все. Все. Никогда. И хороший. Что тут? Не правильный шумит. Не было ли в нее и не буду. И плакать я больше по ней не собираюсь. Потому что я все обдумывала и взвесила. Вот так. Вот такие дела у нас. Так что я прошла сегодня спокойно. Не разговаривала, не смотрела. Я видела, что она сидела там. Она мне не позвала. Я просто отвернулась от нее. В другую сторону отвернула лицо. Она даже не позвала меня. Она не посчитала нужным. Она считает, что я первая подойдет. Нет. Нужно оцени я у нее и буду. Она. В силу своего возраста. Вот так. Я не буду поворачиваться в ее сторону. У нее есть внук. Пускай поворачивается. Пускай почаще звонит. Пускай почаще ходит к ней. Ездит. Пускай почаще наведывает свою бабушку. Я, в отличие от него, была всегда рядом с бабушкой. Всегда не ходила. Пешком. Я в какой машине не ездила. И занималась делами. Я не так приходить на 5-10 минут и уходить. Вот так. Я чертоломила всю жизнь, как золушку бабулю с дедушкой. Всю жизнь. Бабулю, что сделать? Бабулю, что сделать? Бабулю, что сделать? Вот так. Вот такие дела. И мыла все, и стирала. А уж посудомойкой я была у них всю жизнь. Это нормально. Это нормально. Бабулю надо уложить. Раз. Раз. Пока я в работе, да? Что-то хотела бы сказать. У меня звонок перебил. Вот арку девочки сделали. Что я хочу по поводу арки сказать? Вот этой, да? Видите? Вот эта внутренняя сторона, вот эта пластина. Сама, да? Которую купили. Покрытие. Вот эта, да? Покрашенная пленка. Она очень тонкая. Да. И вот где изгиб идет, вот где изгиб. Она треснула. Я подралась чуть-чуть. Коля там потом остатков взяла, оторвала и приклеила там кусочек, да? Я что хочу сказать? Прям вот еле-еле. Можно было вообще испортить. На ровные места, да, делается. Но она не такая вот, как она до этого была. Та прям плотная и такая плюнка хорошая. Прям, ну сделана вообще другого качества. Родная которая. Вот. Он унес туда, наверное, в квартиру. А это, девочки, все это не то. Красиво, да. Но когда изгиб идет, там, так незаметно. Ну, можно было бы вообще просто жопу сделать. Вот так вот делают, да, теперь. Ну, сделали, слава богу. Сделали, девочки? Коля, сделала, постарался. Молодец у меня. Ну, это лучше, да, чем было. Сейчас равно это воркут. Новый, при уже не купить такого цвета, это раз, да? Вот. А во-вторых, пересунуть мне этот очень нравится. И под дверью все это подходит. Ну, короче, как смогли, так и восстановили. Долго. Окно в Европу было страшное. Что-то еще хотела сказать, а забыла, бля. Забыла я, что-то хотела еще сказать я. Вчера Колька полмыл, я говорю, помой, помыл. Пока я ездила по делам с утра. Ничего с ним не случилось. Пошел сейчас замерять, квартиру померить. Будем в апреле привойти туда кухню. Выходной будет. Надо человека найти, который поможет. Если подойдет, сейчас он посмотрит там размеры. Подойдет. Конечно, по цвету будет выделяться там темно-коричнево-красный, да? Ну, заименем вообще ничего нет. Хоть что-то будет, если она подойдет туда. В эту кухню будет стоять. И этот, как его? И газовая панель там. Ладно, на первое время пойдет. Вот так. Раз она там стоит без дела, столешницу надо купить. Столешницу надо заказывать. Столешницу, да, столешницу и раковину. Нету. Выкинулись. Белькинулись у нас. Мы же миллионеры, мы выкидываем. Не спрося у матери, надо ли выкинуть. Не выкинуть надо, бля. Все самостоятельно очень. А купить? Не купим. Зачем? Теперь не надо. Давай, продавим из глаз долой и сердцем. Он нифига. Ничего не продал. Коля говорит, давай, пускай продаст. Если что, говорит, да? Если он приедет, если негде жить будет, у нас туда пойдет жить. Да. Ну, хуя. Пойдет он жить. Хуя. Пускай все будет, как было. Не хочет, пускай не живет. Правильно? Ну, пускай будет, пускай стоит она. Пускай она стоит. Я ее сдам. Просто на постоянной основе. Сдам кому-нибудь. Без мебели. Пускай люди заедут, мебель привезут. Недорого. Постоянный срок. Все. Но она будет. Нифига. Пока я живая, все будет на месте. На своих местах. А без меня, пускай этого хотят, то и говорят. Я человек стабильный, серьезный. Никому ничего не позволю разрушить. Что так нажитым непосильным трудом будет. И продать. Продать недолго. За копейки. А приобрести. Ага. И столько вложений. Мне даже жалко. Сколько он вложил своего труда. Это вообще. Он же делал для себя всю эту квартиру. Пол заливал. Это такой труд. Втроем заливали. 12 сантиметров, блядь. 12 сантиметров. Это обалдеть. Это в первую очередь. Потом штробил все стены. Делал проводку. Такая у него хорошая универсальная проводка. Это просто вообще. В хуя, блядь. Как можно не жалеть. Как можно так не жалеть это все. За миллион. Купили за 730 тысяч. За миллион давай продадим. А вложено туда. Я не знаю. Ну сколько. 1400. Так вот. Ну наверное вложено туда. Все вместе. Куча денег. Это даже в минусе. Это говорит. Ты что вообще что ли дурак? Если что туда у нас. Сейчас запихаем. Стол поставлю. С квартиры привезу коричневый туда. Плитку электрическую поставлю. Стуль ей есть. Стуль ей опять. Стуль туда унес. Курчатого. Стуль ей дофига теперь этих деревянных. Стуль ей туда унести. Стол. Диван твой. Тот старый. Вот. И все. Такое необходимое. Если кому что надо. А так люди пускай привозят свой холодильник и шкаф. А если мы туда потом поменяем. Ну мебель там поменяем. Тут мебель туда повезем. Пускай будет блять. Сдам ее чтобы гостить ипотеку и кварплату платить. И все. И пускай живут. Нифига. Пускай будет. Правильно. В жизни всякое может случиться. Без крыши на голову. Блять. Еще жалко. Жалко. Ну ладно бы. Если бы за хорошую сумму там продать. Да. Хотя бы в два раза дороже. Да. И то жалко. Потому что неизвестно что там в Москве у него. А тем более сейчас такие вот страшные вот эти теракты всякие происходят. Это же вообще. Я им вчера сказала прям вот ходить и я не знаю очень аккуратно. Блять. Никуда не суйте свой нос. Ни на какие концерты ни хуя. Ты вообще не знаю что сейчас будет. То ли еще будет мне вообще. Страшно что случилось. Все знаете 22 числа. Ужас. Куда лезть. Куда лезть. Вот так. Чем могут быть именно там именовать. Береженого Бог бережет. Ну мыть надо башкой блин. Ой. Все страшно жить. Салон надо еще заниматься девочке. Покрытие им делать надо. Как за это чем заниматься. По бокам. Где вот эти боковушки заказывать что-то тут тоже надо делать блин. Ой не знаю. Вот эти штучки. Беречки по бокам. Крепление. Где бы что найти. Плотника. Плотника. Надо найти наверное отказать. Что-то надо делать будет. Сейчас снег сойдет. Вот. Сейчас скатерть стирать. Там пижаму Колькину надо выстирать. Помелчи тут. Носки туда-сюда. Хватай в нем. Сегодня ничего готовить не буду. Все. Сегодня у нас все. Все. Сегодня буду отдыхать. А то я тепло стало очень. Надо опять пострижься. Девочки. Вот волосы я не знаю. Что они так быстро растут. Надо пострижься. Покраситься. Надо. Потом скоро уже маникюр. На педикюр пока в этот раз не пойду. Еще пару месяцев. Еще нормальные у меня. Пятки все. Но на пятках. Сейчас нет. Это. Чистей еще. Надо пятки. Наложу. Сотичь. Еще не обросли коррозий никакой. Я подумала. Еще и ногти держаться будут. Не так как на руках. Ну, до мая месяца еще. Да. Май. Май. Вот. Какие дела? Что-то еще хотела сказать. Я заблокнула. Надо мыть. Мне окна надо будет мыть. Солнце выйдет. С них сойдет. И этот окна помоют в окна. Гардин надо купить. Штору надо повесить. До квартир надо идти. Там пуль быть. Или там все сложить надо. Порядок навести. Блять. Что-то выкинуть надо оттуда. Ревизию надо сделать. Тут еще надо тоже до конца ревизии довести. Целый магазин врахла. Не знаю, куда выкинуть. Что на самом деле все. Объявление. Чтобы подать объявление на Авито. По продаже недвижимости. Знаете, сколько сейчас берут? На один месяц. 1140 что-нибудь. Ну, грубо говоря, 1200. Да. Вот так. Чтобы подать на продажу недвижимости. Вот так. А что, простые объявления. 240-250 рублей. Без всякого поднятия. Самое простое объявление. Объясни. Раньше такого не было. Все изменилось. И плати. Не знаю, ты продашь. Не знаю, не продашь. А плати. Только недавно, месяц тому назад, было 800 с чем-то рублей. А теперь уже 1200. Нормально, да? Вот так. Деньги отдай. Мама, подай и продай. Мама, мама. У нас деньги куются. Мама миллионерша. Мама миллионерша. Когда человеку прошел трудности, человек будет думать, надо или не надо. А если человек трудности не видел, да? В мозгах одна аммигкена, блядь. Пойду я сейчас заправлю селедочку. Ребрышки поеду куплю, обязательно уже побольше, чтобы было. Очень недорого, 279 рублей. Ну, 280, да, килограмм? Нормально. Вот так духовки готовят, девочки. Прям вообще вкусно. С картошечкой вкусно. Отвал башки. Отвал башки. Вкусно. Главное правильно сделать маринад. Самое главное. Тогда будет все, отвал башки у вас. Фасоли надо купить. Фасоль. Замороженое. Горошек надо купить. Замороженое хорошо идет. Объелся этих креветок, девочки. Так стоят они в холодильнике. Так они лезут мне. Че такая, блин, стала, не знаю. Блинчики. Я блинчики буду делать, не буду. Вроде бы блины не хочу уже. Ничего не хочу. Ничего не хочу. Все наелась я. Вот именно, когда хотела, я зажареной картошки с селедкой. Прям поела вчера и сегодня. И прям, знаете, уже все. Наверное, еще разочек удоедим. И все, я уже не хочу. Уже не хочу. Все. А творог всегда хочу. Творог очень я люблю. Компот поставлю сейчас варить. Хочу компот. Хочу. Кисленькая. Потолками надо заняться, помыть. Когда помыть, блядь. Ничего не знаю. Ладно, девчонки. Спасибо вам всем за комментарии. Пойду я к пинжаку, смотрю, 60-й размер. С этим костюмом вообще обалденно смотрелся, когда-то, пинжак торчичного цвета. Ну, 62-го размера. Он прямо, знаете, какой-то, блядь, вот я не знаю, девочки. Он просился, чтобы пуговицу пересить туда еще. Гляну я, наверное, сейчас от размера еще закажу. А я не помню, почему-то я хотела его заказать, что-то я не заказала, наверное. Мне казалось, что я два пинжака заказывала. Оказывается, я прошел один. Ой. Посмотрю я. Надо я там что-то сказать. С костюмом пиздато смотрится, кстати, вообще офигенно. Но, но что-то не то. Да. Там соседку встретила. Куртка умерила. Ей тоже очень понравилась куртка. Она говорит, дай-ка померьте. Она померила ей как раз. Я думала ей отдать. Я говорю, давай, Таня, говорю, это купи, говорит, куртку. Рассчитаешь ты со мной. Я сейчас карту эти, говорит, это перечислят у меня. Я одела сейчас второй размер, она 64-й. И прям как раз она пониже меня. Просто немножко, чуть-чуть, чуть-чуть она пополняет. Вот. Ей понравилось прям. Она тоже куртку там брала, но девочки ей не понравилось на куртку. А я-то прям говорит, как хорошо, как ты. Я говорю, хорошо тебе, прям отлично. Но когда я ее уже одела, 62-й сняла, 62-й девочке она немножечко, немножечко, она как раз, но если одеть кофточку, она уже будет впритык. Я подумала, нет, лучше взять по-свободнее. Я одела вот это, 66-й размер, и она мне прям вот по-свободнее, да, еще там это место остается. И прям мне понравилось. Она прям села на меня и сказала, нет. Я ее оставлю себе. Будет сейчас в ней ходить, прям красота. А я эту куртку увидела, короче, на блогере. Случайно зашла на канал. Девушка там есть такая. Ну, килограмм, наверное, на весь молодая она. Лет 30 есть или нет ли. Ну, так по фигуре она килограмм, ну, 150, наверное. Да. И у нее вещи все большие размеры. Она примерку делает вальберис. Не знаю, она рекламирует этот вальберис. Не знаю, я ничего не могу сказать. Она примеряет, берет себе куртки. Там, короче, это костюмы, там, платья. Я наткнулась, она мерила куртки. И вот она померила куртки. Мне вот эта куртка очень сильно понравилась. Как на ней сидит. Она штуки 3-4 их мерила. Я оставляла ссылки внизу. Вот. Видимо, занимается торговлей. Я не знаю, что она там рекламную делала. И я вот зашла и взяла. 4,5 тысячи, что ли, 4,7 тысячи стоит она. Недорого. И нитки не длине торчат. Как бы такая. Хорошая куртка-то. Что она? Вот сейчас носить ее. Милое дело. И прям рукава такие. Да вот эти вязаны красивые смотрятся. Мне нравится. Такой фасон хорошенький у нее. И у Леноненька такая хорошенькая. Не длинная, не короткая. Хороший куртик. И цена прям очень хорошая. Вот. И все. И взяла ее. И Кольке, думаю, надо что-то по цвету. Потому что это уже спортивный костюм был. Ой, куртку смотрела. И парень там в этом белом костюме в таком. В этой куртке. Я стала смотреть куртки. Взяла ему куртку. Парень в таком костюме. Взяла ему этот костюм. Вот. Потом думаю, надо по цвету куртки и обувь взять. Правильно? Чтобы красиво вообще все смотрелось. Нашла ботинки вот эти. Были потемнее. Вот этот горчичный цвет. Взяла горчичный цвет ему. Ему все понравилось. Я взяла там два размера. Короче, и куртки, и костюмы. Вот. И мы. Белый костюм был другой. Это чисто белый. А другой был чуть-чуть. Розоватая оттенка. Чуть-чуть прям из-под двери. Он побольше был на размер. Отдали назад. А вот этот синтетический тоже отдали назад на размер. Поменьше который, кстати. Поменьше. Почему-то 50-й мы оставили. 48-й мы сдали назад. А тут побольше мы сдали. Ну, они видите, как тоже разному, да? Шитье. И в клетку тоже. Цвет понравился. В клетку ему посветлее. Тот потемнее был. Одного размера. Три костюма я взяла. Три. Вот. И он выбрал вот посветлее клетку. Ему он понравился. Я хотела вообще ему из трех костюмов выбрать один. Я говорю, давай пизда, пускай будут. Пускай модничает. Нравится ему. Форсит-то. А то тоже прям уж весь. Прям злится на меня, когда если у тебя много, а у меня мало вещей. Я тоже хочу, тоже хочу. Ну, пускай форсит. Чего? Только что. Хочется ведь. Ну, хочется. Да, когда форсить-то? Хочется ему оденеть. Белый костюмов у него еще не было. Но ему хорошо. Вот. Ему очень хорошо. И тепленько. Ну, конечно, сейчас в такой грязи лучше не одевать. Там машина испачкается или что. Да, а вот снег сойдет. Прохладно же утром. И очень хорошо оденет. Вот высохнет все. Сейчас грязь уйдет, сляк. В городе можно было бы носить. В городе там уже можно носить. Но у нас тут, сами знаете, что один раз оденете все в стирку. Хороший. А вот этот синтетический, он прям такой темный, да. Он на посредневную носку прям вообще хороший. Ну, все хорошие. И в клеточку хороший. Ну, все, довольный остался. Что, говорите? Футболки у него есть, но я ему еще куплю пара футболок. Такие нейтральные цвета. Они белые. У него белые и черные есть. Я ему куплю другого цвета какой-нибудь. Посмотрю. Красный, желтый, что-нибудь такое. Носочки надо... Зимних носок валом еще у нас это с этикетками лежат. Еще не износил он. Будет носить ее, я еще не знаю, на три зимы. Наверное, носков у него на три зимы. А вот эти вот тонкие надо купить носки. Еще одни кроссовки надо взять на смену. Кроссовки есть, синие-синие. Не знаю, красные, наверное, возьму ему кроссовки. Хотел такие же желтые, вот он хотел, как у меня. Я говорю, ну зачем тебе желтые, блядь, а? Возьмите ее, красные. Я вот у красных, то тени покупаю. У него есть синие кроссовки. Вот такие вот эти тапочки, что ли, у него синие, красного цвета взять. Посмотрим. Вот. Сандалии надо какие-то открытые взять ему. Сандалики, да. Покупала я его белые. Оставили мы. По съемным квартирам ездили и оставили. Давно, много лет назад забыли тогда. Хорошие сандалии были, кожаные. Вот. Себе тоже надо взять какие-то сандалии. Ой, кожаные еще надо взять. Обуви много не бывает, да. Обувь всегда нужна. Сейчас такой выбор большой обуви. Даже не надо покупать там вот чисто кожаные дорогие, да. Ну, что, их поносил и сезон износил и выкинул, и все. Что только не придай, нет. И недорого. Да, Уська? Да, лисенок мой любимый? Мои глазки мои. Мои бусики мои. Мои вишенки мои. Мой лисенок. Мой лисенок. Ну, иди сюда. Иди ко мне. Ой, 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 мама потянула не так. Мама потянула не так этого лисенка. И этого кенгуленка. Да, это мой лисенок. Это мой мальчик мой любимый. Это мальчик. Это мальчик. Папа, папа. Косечка. Ой, такой вкусный, вкусный. Носик, носика моя. Самый нежный. Самый вкусный. Самый хороший засыха моя. Любимая моя. Любимая моя. Такой, 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 такой. Я скажу, такой мамина. И Бонечка такая. Да, мамина. А, не Бонечка. И Бонечка такая. И Бонечка. И Бонечка. И Бонечка. И такая Бонечка. И такая детонка. Вкусная детонка. Красивая Бонечка. Невеста такая вот растет у нас. Оськина, невеста такая растет, да. Да, да. Я сказала, невеста. Невеста растут, сказала, такая. Да, красивая девочка. Очень лягушка, колеса. Да, только засыха. Сегодня я встала в 5 часов утра. Все везде уже. Тут вообще мина была. Вот здесь вот оттирала. Опять все мама намывала. 5 часов утра уже сразу схватила за свару. И все сразу намывать. Да. Все салфетки, Оська, салфетки. Я брала салфетки на столе лежали. Салфетки все снял со стола. Там штук 5 или 6. Стащил на пол. Вот. Для этой негроманки. Все разорвала, везде все раскидала по полу. Кто убирает? А мама убирала, да? Все. За ночь у них были игры. Кто-то спит, а кто-то играет. Засранцы маленькие. Кто-то играет. А Оська, если играть не хочет, уходит на кровать и ляжет с нами, да? Это пищать начинает. Вот надо с ней бегать, а не в догонялки играется, кусает друг дружку. Ей понравится. А Ось играется, играется, устанет, все. Запрыгивает на кровать. Она запрыгивать не может. Она пытается запрыгнуть. А он лежит ни сном, ни духом, ни хвостом, ни чем не шевелит уже. Она... А, ну что? Он меня бросил. А он не хочет уже. Он устал. А вот скоро она начал запрыгивать на кровати, на диван. Скоро вообще его покоя нет. А только рядом с ним всегда. Подружка. Лягушка. Молодая, еще энергии полной, ей надо играться. А у Колька говорит, Ось, он же у нас старый. И вот дурак ты. Ему только в феврале. Сколько? Два года исполнилось. 23-го, что ли? 24-го февраля он нас родился. Старый. Что скажет, блин, вообще? Восечка, ты у нас старый шурмакчишка такой красивый? Он старый, блядь. Ладно, девочки, люблю, целую всех. Уважаю, конечно же. Спасибо вам всех. Пойду я, мои красавицы. Бай-бай. До новых встреч. До новых встреч.